Живые Ваших душах абсолютно Однозначно тепло, трепет И приятные воспоминания Познакомимся мы чуть позже, сразу после того Как они сыграют свое первое произведение В некотором смысле у нас традиция Музыкальная заявка И так, как обычно, живой звук в программе Живые Поехали Мне надоело тосковать По виртуальным мелочам Мое простое счастье Никому я больше не отдам Вы спросите, а что произошло? Да ничего, и так прекрасно все Сегодня мой солнечный день Наполнит небо дыханием лета Солнечный день С тобою вместе запомним это Солнечный день Солнечный день Город мой Добрый солнечный день И мы с тобой бежим по утренней центральной улице И поселилась радость на твоем и на моем лице О будущем не помним Ну и что? Мы знаем, что все будет хорошо Уже хорошо Солнечный день Наполнит небо дыханием лета Солнечный день С тобою вместе запомним это Солнечный день Солнечный день Город мой И добрый солнечный день Мне говорят учителя Что нету хуже ничего Чем однозначность тестов Когда лишь темно и лишь тепло И что же мне на это и сказать Могу, конечно, только пожелать Еще один солнечный день Уйдите тучи, без вас нам лучше Солнечный день Взрываем краски Снимаем маски Солнечный день Солнечный день Город мой И добрый солнечный день Солнечный день Солнечный день Солнечный день Город мой И добрый солнечный день Вау, 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 вау Мраво Ну что ж, давайте будем знакомиться Собственно, те, кто не очень в курсе Я думаю, сейчас откроют для себя новое имя А те, для кого корней Это событие и явление на нашей сцене Сегодня получат искреннее удовольствие В чем я не сомневаюсь Так, корней сегодня в нашей студии Собственно, так и называется коллектив По имени Фронтмена Этого замечательного содружества Привет Всем привет Далее поехали по музыкантам Бас-гитара Кирилла Фоня, кстати, Кирилл Можно подойти и сказать в микрофон Хотя бы два слова Это делается Ну, может быть, раз за программу Здравствуйте Кирилл Афонин Гитара Дмитрий Павлов Здрасте Здрасте Ну и за барабанами Я сейчас боюсь ошибиться с удовольствием И буду пытаться попадать Жень, я думал, у тебя будут слышно Евгений Бордон Правильно? Бордон Здравствуйте Нисколько не ошибся Итак, собственно, вот они все Те, кто с Корнеем Замечательную музыку делает 5283 Это короткий номер для ваших смс-ок 5283 Все ваши вопросы, впечатления, эмоции Пожалуйста, сюда Я прежде всего, конечно, выискиваю вопрос коллективу Ну, а впечатления, эмоции Дел тоже сопутствующие Если они есть, делитесь, конечно Не забывайте о том, что у нас работает официальная группа ВКонтакте Это группа нашего радио Моя официальная группа Семена Чайки Можете там под анонсом отписываться Анонс, собственно, сопровожден фотографией Все красиво, эффектно Корней выделен Ну, я имею в виду название коллектива Синеньким Это, соответственно, активная ссылка Кликаете, оказываетесь в официальной группе ВКонтакте Можете туда же сразу и вступить Почему нет? Получаете информацию сразу В первую очередь Значит, знаете все о передвижениях, концертах Мероприятиях Корнея Это хорошо И еще один важный момент У нас работает камера 360 градусов Так называемая от планеты РУ Спасибо планете за эту замечательную Штуку Вы можете видеть все, что в этой студии происходит В режиме 360 Крутите, вертите своей мышкой Ну, то есть курсором И смотрите за всем Внимательно, наблюдая За каждым из музыкантов Попасть очень просто В камеру Вы зайдете на сайт нашего Наши.ру И там сверху красные полосочки Вы видите Стилизованную такую Как бы видеокамеру На нее нажимаете Попадаете В нашу студию Ну, а по ходу эфира Мы с Юлей Юля, это против серфира Выбрасываем ссылку на камеру В официальной группе В одной, в другой В обсуждениях Так что, в принципе, все, что нужно было Касательно контента Сказал И связи с нами А теперь поехали Как называлась первая песня? В жизни написанная? Вот так и называется Ну, всерьез В серьезно называлась Мой последний день До этого были черновики А настоящая песня Когда понял, что написал песню Это была Мой последний день Она первая с первого альбома Насколько я знаю Первая с первого альбома То есть еще кто-то слушает альбом В этом мире Нет, слушают Ну, слушают по-своему Нынче как-то все компилирует Для себя определенные сборнички А там уже дальше слушают Надо бы вот с чего начать Мне кажется, это важно Для тех, кто не очень в курсе Будет полезно об этом узнать Если я правильно понимаю В 2003 году Никто-нибудь Госпожа Земфира Обнарушила твои записи в интернете Или ты ей сам их прислал? 50-50 Я выложил на ее форум Но я, честно говоря, не думал Что она читает свой форум Или как-то серьезно относится К тому, что вам выкладывают Я выложил Ну, мне просто показалось Что в какой-то момент Я написал Немножко песен Которые, возможно, чего-то стоили Я, чтобы убедиться в этом Или, наоборот, раз убедиться в этом Выложил это на Земфирин форум Почему именно к ней, простите? Пожалуйста Почему не кинчиво, не знаю Ну, мне нравилось то, что она делает А, вот так Мне казалось, что я к этому Как-то, ну, стилистически Духовно, что ли, врезал Она обратила на это внимание И вдруг И написала, что ей интересно Было бы как-то мне помочь Вот так А в итоге-то кто кому помог В результате Ну, я надеюсь, что это было взаимно Вот, я и говорю, что это было взаимно Просто сразу народ, который увидел Имя сегодняшнего гостя Программы «Живые» Это не тот ли, который записал Земфир и ее один из последних Лучших альбомов и так далее Спасибо Ну, как последний Он уже, на самом деле, если считать По дискографии Я в курсе дискографии Земфира Вы же понимаете Ну, естественно Он уже четвертый с конца Это альбом «Вендетта» 2005 года выпуска То есть ты там В роли гитариста? Ну, на альбоме В роли гитариста-басиста А потом мы поехали в тур Там я был басистом Басистом Ну вот Потому что, когда на гитаре Земфира играет Андрей Звонков Мне там делать нечего Понятно На гитаре А почему в итоге Ну, я не спрашиваю Я в личное не лезу, безусловно Почему разошлись пути? Ты просто понял, что у тебя Своя карьера теперь И совершенно незачем Ну, вроде того Вроде того Мы решили дать друг другу свободу Хорошо это позвучало Смело, нет Смело и справедливо совершенно Когда у человека есть талант Чего ему, собственно, долго сидеть Рядом с кем-то Правда? Надо работать самому Итак Мне вот просто любопытно Сколько ты сказал альбомов-то? Меня? Да, не говорил еще об этом Два полнометражных И еще два сингла Которые на альбом не входят Поэтому самостоятельные песни Я дотошен по части дискографии Вот Я сам коллекционер винил Немножко Ну, об этом позже, наверное, поговорим А так у меня два полных альбома сейчас И сейчас вот готовлю третий Вот-вот-вот Об этом и речь Третий альбом, который будет В ближайшее время Я так понимаю, когда он будет готов? Когда он будет готов? Света Вопрос к Светлане Беловой И моему директору Хотя не знаю Почему она должна на этот Наверное, я должен отвечать Мы надеемся к концу весны успеть Вот так То есть, возможно, к лету будет еще один альбом Корнея Это круто Потому что тут кто-то писал Сейчас вот я уже из сообщений просто потерялся У них их много еще до начала программы Человек написал, что обнаружил как-то неожиданно для себя Где-то альбом Корнея Заслушал до дыр И с тех пор, в принципе, поет все песни Человек просто наизусть знает Какое счастье, что Корней сегодня в живых Какая радость у Корней Ну, тут много Приятно, черт возьми Спасибо вам всем Это еще не все сказали Потому что народ только-только подтягивается Так обычно бывает, что первые там пару-тройку песен Многие не слышат Потому что только прибегают домой с работы Или по каким-то делам отлучаясь Включают радиоприемник И дальше получают полную сатисфакцию Значит, вот что пишет Сергей Марченков Это наш архивариус Человек, который не работает на нашем Такое ощущение, что он давно с нами Знает все Справка Корней на нашем Первое и последнее появление Корней Как сольного исполнителя В линейном эфире нашего радио Состоялся в конце третьего года Десятого октября В отборочном туре Чартовая дюжина Состоялась премьера песни Ничего не происходит Впоследствии играл Живые концерты на нашем В качестве музыканта Различная группа От Земфира до Ундервуда Участник фестивалей Нашествия Сто тридц Сто тридцать А, в Алма-Ате Две пятого года Нашествия десятого-одиннадцатого года За позитивные сцены А также выступал С иными коллективами Правильно? Иные коллективы Иные коллективы А дальше Сергей задает Массу вопросов Но об этом чуть позже Потому что иначе Мы можем не успеть До рекламы спеть Еще одну песню Окей Как будет называться? Эта песня посвящается Городу Москве Где мы сейчас с вами Благополучно Пока что находимся И в частности Станция метро Речной вокзал На которой я жил Вот как раз сразу Когда приехал По зову Земфира В этот прекрасный город Песня называется За сотку до речного Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Корней Поехали Редактор субтитров Городов хороших Многое есть Но я остановился Именно здесь Десять миллионов Голодных ртов Девять этажей Семь холмов Водитель на Жигулях Ну и что уже в этом такого? Отвези молодца С объездного кольца За сотку до речного Водитель на Жигулях Под ногами лохнет Мокрый снег По нему буксую Будь то во сне Сохнет реагент Увы, ах, звёздная пыль на сапогах. Водитель Ашхабад, ну и что уже в этом такого? Отвези молодца с объездного кольца За сотку до реки Хнова. Субтитры подогнал «Симон» Видишь, на горе возвышается То, что нам с тобою так нравится. Остается только надеяться Присосаться к ней и приклеиться. Водитель не засыпает, Ты всегда понимал полуслова. Отвези меня в рай, в мой промозглый февраль За сотку до реки Хнова. Вова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Живые. Живой звук. Живое общение. Живые. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Двинемся дальше. Напомню, сегодня в живых корней. И, естественно, все ваши вопросы, эмоции, впечатления на смс-портал 5283 или в официальных группах в обсуждении. Это группа нашего радио «Маят». Официальная группа. Вот Сергей Марченков, тот самый, который архивариус. Он как раз-таки вопросов составил целую кучу. Начнем вот с какого. Как сложилось сотрудничество с группой «Чили»? Партия бас-гитара в песне «Лето», правильно? Семен, это же наше радио. Это же рок-радиостанция. Ну, почему? Человек интересуется. Почему же не спросить? Кто сказал, что это рок-радиостанция? Сам смеешься. Когда наше радио было рок-радиостанцией? Наша радио использует в своем формате много рок-музыки, но это ничего не значит. Группа «Джанго» и певец тот самый, который поддубный, не знаю, «Мельница» с хиловисами. Иван Купалыш, это рок, что ли? Никогда роком и не был. Но музыка хорошая, живая, настоящая. И ты сам встанье рок играешь, правильно? Ну, а что это? Как хотите, так и назовите. Ну, вот я тоже думаю, что всему этому имя можно, конечно, придумать. Но зачем? Это хорошее, настоящее. На самом деле, очень интересно. Я недавно диаграмму в интернете видел преобладание стилей мировой музыки. И когда-то, ну, преобладал рок, естественно. Когда появился рок, он сразу резко начал преобладать. Потом шла поп-музыка, потом, наверное, джаз, потом еще что-то. И сейчас просто вот прямо равные-равные-равные доли преобладания у всех стилей. То есть оно все как-то смешивается, и, мне кажется, в этом смысле даже... Ну, то есть не имеет смысла делить. Вот я об этом толкую все время. Конечно, нет смысла. Но, тем не менее, с челями все уже. Ну, это было временное сессионное сотрудничество, проделившиеся две песни абсолютно благополучно. По-моему, кстати, Земфира меня тогда и порекомендовала Алене Михайловой, из которой она тогда была дружна, да и сейчас, я думаю, дружна. Ну, как сессионного басиста. Потому что у Земфира был перерыв, и мне нужно было на что-то снимать квартиру. Ай, браво. Дальше Сергей спрашивает, правда ли существует иная версия клипа от «Имела», где Корней катается на велосипеде. Если да, то почему этот клип не вышел? Вот откуда он это знает? Это человек, который знает все. Я поэтому не удивляюсь его вопросом. Сергей, ну, во-первых, мы с тобой о френдах, ты об этом знаешь, поэтому большой привет. Спасибо за эрудированность. Был такой черновик, причем я вот только сейчас вспомнил об этом, когда Сергей услышал это от вас, от Сергея. Это, да, действительно, был такой день, когда мы снимали этот клип. Я ездил один на тандемном велосипеде. Понимаете символизм, да? Ну, это была красивая идея, но почему-то она не получила продолжения. Возможно, потому что я в тот день не выспался, и мне пришлось досрочно прервать съемку. А ведь такая хорошая идея получилась. Но, по-моему, эта идея была дальше реализована в клипе «Умы Турман», тем же самым режиссером. Вот и все. Так что идея не пропала, а идея была очень даже успешной. Еще один вопрос от Сергея. Почему все релизы, кроме дебютного альбома, выпускаются самостоятельно? Некоторое время назад анонсировался выход подарочного варианта альбома «Солнце на поводке», но он так и не появился. Почему? Ну, сейчас-сейчас появится. Вот мы сделали дизайн, мы очень медленные ребята. Изначально альбом не был выпущен, потому что я пришел на один лейбл, и там сказали, ну, в смысле, кто занимается артистической частью работы, и сказали, что какая прекрасная пластинка, давайте ее скорее выпустим. Потом пришел коммерческий директор и сказал, ребят, вы что? Вот так. Зачем нам это нужно? И так повторилась парочка лейблов, и я понял, что, ну, видимо, видимо, попробую я как-то сам, а когда они поймут, что могут с этого зарабатывать какие-то деньги, то, наверное, сами ко мне обратятся. Да, конечно, обратятся. Причем в скором времени, я тебе уверяю. Поверь моему слову. Расскажите о работе над саундтреком к фильму «Последняя сказка Риты», и что послужило возобновлению сотрудничества с Земфирой? Ну, возобновлению сотрудничества с Земфирой, в общем-то, послужило предложение Земфиры, это, в общем-то, все, что требуется для сотрудничества. Мы как-то просто собрались, она поставила эту довольно грустную, сумрачную песню, я сыграл на нее партию ритм-гитары, честно говоря, сам я такую игру забураковал бы, и я сейчас немножко южусь. Когда ее слушаю на Земфире, эту партию почему-то оставила, ну, видимо, потому что эстетически она ее устроила, и, в принципе, учитывая несколько надломленный характер песни, мягко выражаясь, песня называется «Похоронила», наверное, это было не случайно и намеренно. Ну, в принципе, ответ достойный, достойный. Саша, вот что пишет, это уже у меня в официальной группе, всем добрый вечер, рад, что наконец корней в эфире, музыка нравится. Есть вопрос, Владимир узнает ли, а знаю, что он имел отношение к группе Чебоза, знает ли он, почему эта очень перспективная и классная группа куда-то пропала. Вася окончательно ударился в свой проект, спасибо заранее за ответ. Ну, об этом, наверное, лучше спросить Васю. Я тоже так думаю. Ну, последние концерты, которые я играл с группой Чебоза, собирали не очень много людей, к моему большому сожалению, потому что это очень романтичный, глубокий и загадочный материал, который, конечно, наверное, в любой другой стране заслуживал бы, ну, заслуживает гораздо больше публики. Именно поэтому я вернул Чебозу в ротации нашего радио. Теперь Чебоза звучит. Прекрасно. Именно потому что это действительно настоящий, глубокий, серьезный материал, не имеющий, слава богу, отношения к тому, о чем говорить не хочется. Нет-нет-нет, я сейчас говорю о другом совершенно. Я говорю о другом. Потом в паузе мы это дело можем обширить. В эфире не хочу, иначе опять начнется война. У нас это часто бывает. Потому что народ бывает упёртый, сложно с ним бывает. Ну, бросьте вы народ, народ. Нет, народ народом. Народ народом. Есть особенный народ. Давай как, следующую песню попробуем успеть. Окей, следующая песня, наверное, выйдет на новом альбоме. Кстати, здесь в новом альбоме. Одну вещь хотел бы сказать, что... Ну, раньше были у нас лейблы, сейчас функцию лейбла, видимо, выполняет портал Планета.ру. Для очень многих людей. И в том числе для нас. Мы на нем объявили краудфандинговый... Краудфандинговый... Такое сложное слово. А, вот, общественное финансирование. Вот как я предлагаю это называть. Вот такой проект мы объявили по сбору средств на запись этого альбома. Но я думаю, что мы запишем его в любом случае. Но если вы можете нам помочь, если вы хотите нам помочь, нам это не помешает, вы сами понимаете. И нас это сильно порадует, если вы как-то вложитесь хотя бы небольшой суммой в проект Корнея, который грозится выпустить свою пластинку уже к этому. Грозится, а вы грозится. Но, кстати, этот перерыв будет меньше, чем между первым и вторым альбомами. Ну, так обычно и бывает. После второй-то как-то хочется быстрее третью. А как называется еще раз песня? Песня называется «Стелла». «Стелла». Она посвящается соцсетям и тому, как легко мы в них тонем. «Живой звук» в программе «Живые». Здесь сегодня Корней. Поехали. Время было скоро тридцать. Я сидел, листал страницы два часа и целых пять минут. На шестой увидел фото, сразу в ней увидел что-то. Вот узнать бы, как ее зовут. Ее зовут Стелла, очень просто Стелла. Запомните, Стелла, это имя Стелла. Ее зовут Стелла, очень просто Стелла. Я открыл словарь, и вроде это имя в переводе означает «Свет далеких звезд». Снимки, сидя, лежа, стоя, как бы не забыть мне, что я на твоей странице просто гость. О, милая Стелла, расскажи мне, Стелла, как живет Стелла, твой фотограф Стелла. О, милая Стелла, знаешь, знаешь, Стелла. Ах, до чего же странно сделан новый мир? Ты открываешь душу, сердце и сортир. Но прошло пять минут, и уже новый друг говорит тебе что-то о мире вокруг. Стало очень легко потеряться в потоке друзей. А я уже не меньше года от души тебя благодарю за пять минут почти любви. Не пропадай, Стелла, дай хоть номер Стелла. Запиши, Стелла, вот мой новый Стелла. Все будет Стелла, вот увидишь, Стелла. А я уже не меньше года от души тебя благодарю. за пять минут почти любви. А-да-на. Корней сегодня здесь. Вот я же говорил, что есть у нас народ, а есть народ народ, такой вот особый народ. Ой, он сейчас на вас обидится. Ты знаешь, мне как-то глубоко фиолетово. Ну, смотрите. Фиолетово, просто потому что... Вот посмотри, сообщение, с какой я пришла. Присылала Даша Вершинина. Вася, Васей, Корней, Корней, Чебоза, Чебозой. Завидуй молча или делай сам, а не на чужих именах выезжай. Чувак, ты понял, ты попал. Вот раз ты с Земфирой работал, ты выехал за счет Земфиры, понимаешь? С Чебозой играл, значит, вот выехал за счет Чебозы. Сам будь собой. А вот Даша Вершинина сейчас за счет чего выезжает? Нет, секундочку, подожди. Ты сейчас только вот не наезжай. Ты же говоришь, что народ надо... Вот уважай народ тогда. А то и тебе попадет. А я с уважением. Мне просто интересно, за счет чего выехала Даша Вершинина. Она же меня тоже уважает, когда задает этот вопрос, я надеюсь. Ты думаешь? Я думаю, что да. Боюсь, что нет. Я отвечу за тебя. Вот просто Дашу хочу спросить, если Даша, ну, к примеру, ну, к примеру, умела бы играть хорошо на фортепиано. Ну, неважно, рояль или это будет пианино. И вдруг это услышала Земфира и говорит, Даша, ешкин пистоль, я так давно искала классную пианистку, давай ко мне поиграем. Даша, конечно же, отказала. Сказала, нет, я только за собственный счет буду выехать. Ни в коем случае, чтобы я когда-нибудь за счет Земфира... Нет, я сама. Вот я думаю, так она и живет. Вообще это миф, что какой-то человек может добиться чего-то полностью сам. Да ладно? Земфире тоже когда-то кто-то помог, я думаю. Ну, Леонид Бурлаков как минимум. Да, как-то перестань, ты что, святой трогаешь ты сейчас? Извините, пожалуйста. Ты что сейчас, как ты можешь вообще-то таким? Я когда сказал в эфире однажды, что группа Король и Шут в свое время, когда только начинала, играла на разогреве у бригадного подряда... Так вот! И все ждали бригадного подряда и держали вот так вот руки, когда играл Король и Шут, тогда молодой. На меня знаешь, как накинулись? Не трогайте святой. Ну, это же правда. Ну, что делать-то, если это правда? Все когда-то с чего-то начинали. И многих когда-то не понимали. И со временем приходит поклонение, что ли, уважение. Но для того, чтобы это пришло, нужно работать. Ты же работаешь. Я? Да. Ну, стараюсь. Ну, пашешь, пашешь, правильно. Нет, я пахать вот сейчас только начну. Причем положу гитару, возьму ручку и листик, и вот начнется реальная паха. Потому что написать песню, ну, это не то, что трудно. Это даже заставить себя невозможно сделать, она приходит сама. К этому у нас состоянию нужно себя готовить, нужно быть технически готовым. Вот в этом, наверное, основная работа. А что нужно для того, чтобы подготовиться к написанию песни? Технически? Просто жить нужно. Ну, хорошо, ну, ты можешь, допустим, месяц, два, три без песни обойтись, потом вдруг раз, и сразу целый альбом. Да. Или обязательно, ну, как говорят журналистам, без строчки заснуть, надо хотя бы одну строчку в день написать. Это хорошая дисциплина, но поскольку я вообще-то жуткий лентяй, признаюсь вам по секрету на все наше радио. Для меня важен такой фактор, как вдохновение. Ну, я с этим борюсь. С вдохновением? Нет. Но оно приходит как аппетит во время еды. Знаешь, как говорил товарищ Станиславский, я часто очень эту цитату привожу, как человек театральный. Если на афише написано, что спектакль в 19.00, в 18.50, обязаны прийти вдохновение. Вот как хочешь. Это чисто технический момент. Ну, вот, в конце весны мы альбом собираемся делать. Соответственно, тогда ты и призываешь к себе вдохновение. Почитаю несколько смс-ок на 5283 пришедшие. Ой, какое отличное открытие для меня. И вспомнилась любимая Земфира. Вот хороший чистый голос, яркая, живая музыка. В песнях есть жизнь. Вот об этом я писала недавно. Спасибо вам за звук отдельный. Мерси. Корней чуть увереннее. Не стесняйся. Голос отличный. Аварийка, МКАД, Москва, Настасия. Спасибо. Стоит на аварийнике. Что касается звука, сегодня за режиссерским пультом Сергей Горьев, наш звукорежиссер. Я считаю, что обязательно нужно ему сказать за это спасибо. Вот мне, наверное, Билькин написал. Ну, так человек подписался. Внимание, внимание. Я тебя предупреждал. Ну, окей, погнали. О том, что у нас народ есть народ, а есть народ такой очень вдумчивый. Надо все о себе слышать. Вдумчивый. Очень классно, пишет Билькин. Но? Но с вокалом надо пожестче. А то очень много гнусей. А вообще, респект восемь раз давно такого не слышал. А гитара? Ну, очень даже. Ну, в общем, пожойте с голосом, давай. Хорошо. Рюмка водки на столе. Это наше радио, чувак. Ой, извините, пожалуйста. Извините, не туда попал. На ля-миноре даже займусь этим. Молодцы, Корнеи. Да, Даша, короткий совет. Но это личное. Корней, вы один из отцов-основателей группы Киш. Это правда? ВК-94. Мне кажется, это лучшая шутка в программах. Программы живые. Не хохочи, ты петь не сможешь. Корней, не шут. Спросил ВК-94 об этом. Слушайте, товарищ, вам надо что-то подарить. Я телефон ваш вижу. Может, чаю нальем, чайку отправим с курьером. Ну, просто блеск вопрос. Да, это можно. Ну, про Зимфиру я знаю, но про короля и шутка это новость. Ты не в курсе просто. Давай попоем чего-нибудь. Окей, следующая песня несколько загадочная. Она написана в музыкальном размере 7 восьмых. И называется «Я не живу без тебя». Живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня Корней. Поехали. Я не живу без тебя, даже когда ты уходишь. Даже когда ты выводишь из себя меня. Все мои свечи погаснут. Если не скажешь мне «Здравствуй» к середине дня. Как можно было такое придумать, что я окажусь в твоем вечном плену, мать? И если любовь — это то, что я вижу, то я не люблю, а скорее ненавижу тебя. Но я без любви не живу, и кто живет, я не знаю. Эти скорее умирают, а я еще держусь. Да, я не живу без любви, но не люблю, что без жизни. А все мои чувства и мысли, они мой друг твои. Как же, дурак, допустил я такое всю жизнь провести в иллюзорном покое. И если бы твои глаза отпустили, я даже не знаю, радоваться или грусти. Субтитры сделал DimaTorzok Я не живу без тебя. Я не... Без тебя, 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 без тебя. Субтитры подогнал «Симон» 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 Номер для смс-ок ваших и вопросы, впечатления все сюда. Пожалуйста, кроме всего прочего официальной группы ВКонтакте. Ищу ваши сообщения. Их много, но все как-то все больше радость излучают. Вопросов никаких. Тексты очень близкие. Каждая песня как будто про меня, мои эмоции и чувства. Очень прошу песню, иди ко мне, если можно. Екатерина Каратеева пишет. Сегодня будет, она у нас по листе. Вот, посмотри, как она попала. Ты же на ночь так-то. Ух ты, как ел упала. Ну, бывает такое. Звучит искренне тепло. Немного по-детски и наивно. Глоток радости во время сессионных стрессов. Доброго вечера. Выходные, живых не хватало все-таки. И шли за Круглова. Ну, не можем же мы семь дней в неделю. Как-то отдыхать надо. Я, кстати, не зря спросил о Донецке. Енакиева знаешь такой городишко? Да, конечно. Ну, вот я там полжизни прожил. Имею в виду все свое детство. У меня там родственники. Здорово. Так что... Земляки! 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 Мы попала как на ридной украинской. Ну, можем. Трогай. Так что я обожаю. Давай петь будем, ладно. Давай не будем никого смущать. Будем петь дальше. Что это будет за песня? Титульная песня с моего второго альбома под названием «Солнце на поводке». Живой звук программы «Живые» и здесь сегодня корней. Поехали. Я твое солнце на поводке, где ты и туда, я мы вдвоем. Вроде бы налегке, и что мешает нам с тобой чуточку ближе стать? Чуточку ниже взять и снова полетели вверх, куда все так мечтают. Я твое море без берегов, и дна, но с неба мы плывем. Мы долго уже плывем водой и снегом. Занесло, только спокойно будь, в мире не утонуть. Оно из слез соленых, из глаз моих в тебя влюбленных. Я твое, я тебе ближе всех, ты ищешь где-то я вдвоем. С кем-то другим не тем, опять все лето проведут. Я веду, сколько же можно ждать, три года или пять. А может, я родился, чтобы жизнью бить на это. Я твое. Я снова на поводке. Где ты, скажи мне? ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Я хорошо. Нет, ну правда хорошо. Яй-283, это короткий номер для ваших смс-ок. О, сколько мир открытий чудных. Пишет кто-то без подписи. Готовит нам консервный нож. Хорошо, и так можно. Скажи, пожалуйста, что касаемо концертов в ближайшее время и где? Есть планы уже? Мы не собираемся играть концертов до выпуска альбома. Так. Так что, видимо, ждем нас всех на презентации. Только уже летом где-нибудь туда, да? Ну, я думаю, что это скорее весна будет. А как часто вообще концертируешь? Вот просто очень любопытно. Сейчас не часто. Не, ну хорошо, но сейчас. Сегодня, конечно, холодно, я понимаю. В принципе, а в прошлом году были концерты? Были. Ну, регулярно играем концерты, сообразуя это, конечно, даже со спросом и с нашим желанием. Ну, так я понимаю, что ты особо за той самой птицей удачи, за славой не гонишься. Ты делаешь свое дело, делаешь свою работу. Помогаешь другим музыкантам своим участием? Я не хочу незаслуженной славы. Хочу заслуженной. Когда я заслужу, она появится. А что значит заслужить славу, скажи, пожалуйста, в твоем понимании? Доставить людям столько радости, что они будут готовы в таких количествах приходить на твои концерты, в таких количествах покупать. Ну или, окей, скачивать твои пластинки. Даже так. То есть тебя это не смущает никоему. Потому что скачивают? А какая разница, смущает меня это или нет? С этим ничего не возможно поделать. Все-таки смущает. Значит, Юрий Клюев пишет вот что. Корней, расскажи про свой нынешний коллектив, пожалуйста. И по скриптум передайте Корнею теплый привет из Ташкента, пожалуйста. О, спасибо за теплый привет из Ташкента. Да, кстати, нас же слушают не только в FM в России, но и через интернет в огромном количестве стран мира, поэтому не удивляйся. Всем привет! Итак, давай о музыкантах рассказывай. Сам рассказывай. Дима Павлов. Замечательный гитарист. Человек, который дорожит каждой нотой. Вот за что я его люблю. То есть это дает с трудом, я понял. Нет, нет, нет. Дается очень легко. И он может играть очень быстро. Но просто играющих быстро в стране и так очень много. И нужны же кто-то, кто будет играть иногда и медленно. И Дима из тех, кто умеет играть медленно, и который лучше сыграет нотой меньше, чем нотой больше. У нас с ним какой-то неописуемый человеческий контакт. Да, Дима? Да, Дима. Я вспоминаю разговоры в тамбуре поезда Петербург-Москва и Москва-Петербург, естественно, тоже. Мы можем часами говорить о музыке, о том, как ее играть. И, ну, очень трудно найти собеседника в области музыки, с которым действительно было бы комфортно, и которым был бы общий язык. Димка вот из таких. И я, конечно, очень дорожу дружбой и музыкальной человеческой с ним. Женя Бордон. Ну, я уже сказал, что это человек, который приезжает из Киева со мной играть в Москву. А это уже, наверное, о чем-то говорит. То есть специально ради этого эфира приехал из Киева? Да. Это геройский поступок, я считаю? Чрезвычайно доброжелательный человек. Чрезвычайно бескорыстный. Это вы уже поняли? Очень самокритичный человек. Что очень редко встречается в среде музыкантов. Кирилл Афонин играет со мной не так часто. Но я помню, что изначально он мне написал и предложил сотрудничать. И я послушал демки. Кириллу было тогда 22, что ли, года. Сейчас уже 48, я понимаю. Ну, нет. Он по-прежнему молод, как и всем из детства. Ты так говоришь, было тогда 21. Ну и что? Я о том, что в 22 года так на бас-гитаре круто обычно не играет, как играл Кирилл уже тогда. Сегодня вы, в общем-то, и так слышите, что это за класс. Кирилл страшно востребованный студийный музыкант. Для меня большое чудо, что он свободен сегодня. Что ты хотел сказать? Кстати, вспоминая группу Чебоза, о которой говорилось, как раз, по-моему, благодаря Чебозе мы, собственно, с тобой и стали вместе играть. Да, группа Чебоза из Ростова-на-Дону, Кирилл из Ростова-на-Дону. И впервые мы с ним сыграли. Так получилось, что да, в составе Чебоза. То есть ты ростовский парень? Да. Замечательно. Юля продюсер программы, она из Краснодара. То есть вы где-то там соседи южане. Как много все-таки удивительных происходит событий у нас в программе «Живые». 5-2-8-3. Это короткий номер для ваших смс-сообщений. Я ищу, конечно же, вопросы ваши, но помимо вопросов еще и сталкиваюсь с удивительными сообщениями. Например, вот вопрос человек задает. Здравствуйте, живые. Я сейчас даже подложку уберу, я хочу, чтобы вы это слышали. Скажите, пожалуйста, насколько, по вашему мнению, важна правильность выбора тональности соль кларнета при настройке контрабаса? Ждем вашего ответа. Всем живого вечера. Ваши неизменные слушатели Александр Л. и Александр М. Я даже поаплодирую этим людям. Очень серьезный вопрос. Я даже не знаю, что мы будем сейчас сделать, потому что ответить на него, боюсь, не успеем, потому что петь нужно. Я просто боюсь, что ответить на него до конца невозможно, поскольку тональность соль кларнета при настройке контрабаса. Ну, наверное, это может как-то влиять, но я не думаю, что это для эфира. Я полагаю, что то, что ты хотел сказать, действительно не для эфира. Как называется следующая песня? Следующая песня называется «Пожалуйста». Живой звук программы «Живые» и здесь сегодня Корней. Поехали. Мы с тобою созданы Маленькими звездами Мы с тобою созданы Любить Не жалуйся А лучше напиши Скорей Пару светлых новостей В этом мире не пойми чего Пожалуйста Зажигаются огни За огнями снова дни В них не видно ничего Не помню ничего И в стенах чужих домов Такую вижу я любовь Что не поселил бы в этом доме никого Быть подделкой под Христа Только снятую с креста А в твоей судьбе Одним из ста Пожалуйста Такое было много раз Со мной, с тобой, с любым из нас Верю, что еще не пробил час Отчаяться Но я иду по улице Слезы столкнут на лице Мне не видно ни людей Ни машин Ни столбов Я живу надеждою Храню ее по-прежнему Что на планете этой живет И моя любовь Так что если встретимся Сольемся и засветимся Никогда не отпускай меня Пожалуйста Если же случится так Часто ведь случается Были, увидели вместе А потом Прощаются Обещай мне лишь одно Когда печаль уйдет на дно Лучшие воспоминания Останутся Нам с тобой не привыкать Рождаться или умирать Начиная каждый день Все с чистого листа Только это все потом Только этим ясным днем Никогда не отпускай меня Пожалуйста Пожалуйста Никогда не отпускай меня Пожалуйста Пожалуйста Никогда не отпускай меня Пожалуйста Живые Живой звук Живое общение Живые Ну что ж Позвольте продолжить Напомню, что Сегодня в живых Корней И понятное дело Знакомим вас Если вы не знакомы С творчеством Этого замечательного человека Ну и кроме всего прочего Радуем поклонников Той музыки Которую сегодня Играем В живых Так вот смотрите Какое любопытное сообщение Пришло От товарища Дичь Дмитрий Дичь Ну так он Так он себя называет Как я познакомился С творчеством Корней Это было три года назад Я прогуливался один По Перовскому парку В котором не так часто гуляю И вдруг услышал Какой-то концерт Непонятно чему посвященный Сразу же зацепило Энергетика захватила меня После чего Начал шарить в интернете Сложно было Так как все Выдавало про группу Корни Но в итоге Смог найти Больше информации В итоге попав На концерт В FM клабе Получил нереальный Заряд эмоций До сих пор В машине Диск С созданным мной Сборником песен Спасибо большое За ваше творчество Владимир И весь коллектив Спасибо большое Что слушаете Ну это же приятно Когда такие вещи Нам ценен Каждый слушатель Правда Вот-вот-вот-вот Значит Хлопцы Заспевайте еще Нибудь Из украинской Молы Это товарищ Сергей Кушнарев Пишет Ну либо ты бы Напедманул Либо во сна во сна Ну вообще Надо конечно Своё писать Пока еще Я не пробовал Не пробовал? Почему? Не знаю В Донецке Ну учат в школе Украинский язык Но говорят В основном на русском Это я знаю Это я помню хорошо Ну значит Если чужое То не надо Своего нет Конечно Потом в Акарчуку Платить авторский Да Это лишнее Было бы кому Да Да нет С удовольствием Мне кажется Не особо нуждается Я шучу Значит Так Светлана Коваленко Одной Из ожидаемых Мои песен Уже спели Спасибо Теперь жду Двойное дно Тоже классное Будет или нет? Не планировали Не планировали Ну вот так Ну мне кажется Она немножко Не в моей струе Она в порядке шутки Была в альбом включена Ну рада что нравится И будем так сказать Иметь ввиду И увидимся на концертах Подождите Куньку А почему Ну не в твоей струе Ну и что А вот так Взять и поменять программу Сходу Если человек просит Можешь? Я не настаиваю Я просто спрашиваю Ну я знаю Что трое из нас Это могут сделать Ты не можешь То есть трое Из музыкантов По состоянию Да Я вот не могу Позволить себе Сегодня по крайней мере Спеть такую песню 5283 Это короткий номер Для ваших смс Вопросы я ищу Конечно в первую очередь Но и Само собой Выискиваю сообщения С эмоциями Само собой Выискиваю ответы Обалденная Глубокая лирика Заслушался Спасибо Валерий Коба Пишет Значит Сейчас Сейчас Настолько проникся Абстрагировался Что чуть не совершил ДТП Пишет Крох Аккуратней За рулем Пожалуйста Вот на такие вещи Мы точно вдохновлять Не хотели бы Я тоже не хотел бы Чтобы это произошло Давай что-нибудь Сейчас поем Что это будет Эта песня Тоже с альбомом Солнце на платке Она называется Забываешь так легко Живой звук Программе Живые Здесь сегодня Корней Поехали Пока я веду эти войны В своей голове Где-то за поворотом Нас ожидает что-то Лишь выбросить балосты И прикоснуться К счастью Но Пока я победные фразы Шепчу в пустоту Кто-то в моей одежде Любит тебя Как прежде И я могу дать слово Что это тебе знакомо Но Ты забываешь так легко Ты забываешь так легко Все забываешь так легко А я Пока я планирую Как бы получше Сорваться с цепи Утро приходит в город Редкое солнце в норы Где заняты тем же самым Но посмотри туда в окно И забываешь так легко Все забываешь так легко Спасибо тебе Спасибо, забываешь так легко Спасибо тебе Спасибо, забываешь так легко Спасибо, забываешь так легко Когда тебе кто-то что-то сделал И ты вошел в положение человека Постарался проанализировать Всю историю его жизни, если возможно То, как правило Получается, что там и прощать нечего То есть пусть сам себя прощает Ты об этом? Ну нет, дело просто в том, что человек был вынужден это сделать Ну то есть ты как Иисус рассуждаешь? В данном случае Они не ведают, что творят? Отец, прости их Никто из нас до конца не ведает, что творит Хорошо, тогда так Тебя часто обижали? Вот как тебе кажется? Частенько А ты? Ну тоже было дело Но ты когда обижаешь, обижаешь за дело А тебя ведь обижают просто так? Нет, я иногда тоже обижаю напрасно Я это просто осознаю потом С расстояния прожитых дней, недель, месяцев А извиниться за нанесенную несправедливую обиду? Стараюсь всегда Когда я понимаю, что сделал что-то не так Я стараюсь извиниться, естественно А если человек тебе говорит Нет, не прощу никогда Тогда все, что остается, это отпустить Ситуацию И возможно ждать, когда человек простит Ну ты все-таки надеешься? Конечно Знаешь как? Я когда однажды не помню, у кого это прочитал Я сейчас никоим образом не хочу привязывать То, что сейчас скажу, к тому, о чем спрашивал Но тем не менее, эта мысль меня просто убила Однажды Это было давно в юности Я у какого-то из психотерапевтов Занимающихся лечением рака Вычитал, что рак это болезнь непрощенных обид Конечно Это когда человек не прощает кого-либо другого Либо наносит слишком много оскорблений и обид другим людям И его поражает это страшное заболевание С одной стороны кажется мистикой А с другой стороны, когда анализируешь Смотришь на то, что происходит с тобой прежде всего Когда ты кого-то обидел И даже может быть в походе, не поняв этого А потом осознал, что это случилось Крутит же, ведь все внутри крутит, вертит Это как раз и есть, мне кажется, та самая история Которая может привести к психосоматике даже Ну, в конце концов, все вещи Эмоциональные вещи, которые мы испытываем Они как-то отражаются на нас химически, как минимум Ну и со всеми дальнейшими Так что давайте радовать друг друга Да-да, вот об этом и речь Очень хочется радовать, на самом деле Очень хочется, поэтому, собственно, вы здесь сегодня Тут появился у нас Андрей Терешин Который вообще заявил, что это все туфта Что вы играете к року, это не имеет никакого отношения А раз не имеет никакого отношения, значит туфта Ну, это, ну, человек любит рок Ну, понятно, а что такое рок? Вот я всегда этот вопрос Рок, сейчас я покажу А давай, ну-ка, давай Вне программы, так сказать Вы готовы, парни, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Гариш, теперь уже сюда Кажется, я понял, что мне играть на четвертом альбоме Окей Ну, в таком случае, в таком случае, я тебе скажу криминальную вещь Скажу, ну, тогда БГ не рок Ну, он же такого не играет Тогда Зимфира тоже не рок, она ведь такого не играет Играет Ромашки Зимфира, ну, ромашки это когда было А, ну да Мы же видели ее последний концерт все Вполне себе рок Ну, ладно, соглашусь Ну, тогда кино не рок Они же такого не играют Ну, чего, ну, давай сейчас по-честному Что такое, в конце концов? Ну, рок с английского языка переводится качать Качать, правильно, рок-н-ролл Ну, и катиться Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин Вот он, рок Все Поэтому вы все эти разговоры на тему рок-нерок Мне кажется, абсолютно пустые Бессмысленные и абсолютно бесполезные Главное, чтобы музыка была реально живая И настоящая, трогала за душу Скажем так, в роке тоже очень много сердечной и искренней музыки И направлений И направлений И разновидностей И мы к этому пытаемся призывать нашу аудиторию Даже самую прямую Понять это, наконец, что Очень много разновидностей А у нас как часто бывает? Если где-нибудь там Ну, случайно В каком-нибудь из вот таких Драйвовых Вдруг появится флейта Все это фолк Понимаешь, какая беда? Понимаешь? И убедить пока в обратном Не удается Давай петь дальше Что это будет? Это будет песня, как воздух Ну, некоторые должны ее знать Живой звук в программе Живые здесь сегодня Корней Поехали Точки черных фонарей И лица сытых в грызг людей Зачем мне это все? Стойки, тиры, казино Журналы выброшу в окно Зачем мне это все? На губах пыль от песен Им уже столько лет Да, я знаю, мир тесен Но тогда Почему Я ничем Не дышу? Ведь только ты Как воздух А я, наверное, как ты Объяняю и рискую Оказаться там, где дуют Эти ветры, что подуют Все равно Небо ближе там, где ты Избываются мечты И вдоль, и поперек Солнце ближе там, где я Поэтому я знаю Что такое нет тепла И, конечно, я помню Ту открытую дверь Теплый ветер В лицо мне А теперь Посмотри Ты вокруг Я внутри И только ты Как воздух А я, наверное, как ты Ты Как воздух А я, наверное, как ты Объединяю и рискую Оказаться там, где дуют Эти ветры, что подуют Все равно На-на-на-на 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 На-на-на 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 На-на-на-на 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 На-на-на На-на-на Где-то в комнате пустой Снова стены мне расскажут, что сейчас с тобой Говорят, что ты согласна многое отдать Чтоб ничего не брать с собой Я опять улыбаюсь, я-то знаю давно Где бы ты ни шаталась, все равно Ты как воздух, а я, наверное, как ты Ты как воздух, а я, наверное, как ты Обвиняю и рискую оказаться там, где дуют эти ветры Но теперь мне все равно И снова точки фонарей и лица сытых вдрызг людей Зачем мне это все? Дальше двинулись, напомню, корней сегодня В программе «Живые» И это не может не радовать И радует это не только нас Ну и корней тоже, что важно Значит, заглянул я сейчас туда, в камеру нашу На планету и читаю Там тоже чат есть Время от времени туда заглядываю Мало там бывает чего интересного с точки зрения вопросов Но есть вот мнение Например, от Сергея Дегтярева Услышал в первый раз и не сразу понял, что поет парень Я не воспринимаю такой голос, как рок-исполнителя Подожди, а я хотел бы вспомнить О товарища Фредди Меркури То, что ли, не рок-исполнитель или как? Или то, что делал Квинн, это уже не рок у нас в стране Мне просто вот интересно А Кипелов, когда уходит в верхи Что, тоже как бы вроде как не рок, что ли? Маврин, ну, сейчас много можно вспомнить Мне кажется, что определенным причинам Сергея И Фредди Меркури не воспринимает как рок-исполнителя Думаешь? И Маврина с Кипеловым? Мне кажется, это не с эстетическими воззрениями связано А с чем? Ты сейчас в гомофобию полезешь, что ли? Ну, ладно, я не хотел начинать об этом говорить Не, не, о боже упаси Я не думаю, что он это имел в виду Просто, опять же, есть привычки Привычки и традиции Ну, да, кстати, для русского рока более характерен, конечно, низкий вокал Я отдаю себе в этом отчет, но... Ну, ладно А мне нравится, не знаю Ну, ладно, я буду разрабатывать нижнюю часть диапазона Не, 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 не надо Дело просто в том, что если мы послушаем просто какую-нибудь мелодичную музыку Она, мне кажется, примерно в том же диапазоне, в котором я сейчас пою Мелодия подается обычно в таком диапазоне А низким голосом труднее петь хорошую мелодию Очень мало есть вокалистов с низким голосом, которые действительно могут передать красоту мелодии Ну, при помощи именно низкого тембра Для этого просто нужна средняя тессиатура Ну, в общем, пусть Сергей считает это технической необходимостью Мне кажется Ну, дай бог, чтобы он это услышал Действительно засчитал это как ответ А кто вдохновляет двигаться дальше, не стоять же на месте, развиваться надо Спрашивает Дима из Краснодара на смс-портале 5283, его короткий номер Кто вдохновляет? Вдохновляют многие коллеги Так Вдохновляют люди, с которыми я играю Вдохновляет понимание, что это кому-то нужно Вдохновляет также понимание, что это по-прежнему нужно тебе Несмотря на то, что ты занимаешься этим уже Я занимаюсь музыкой уже 23 года в этом году будет Сама жизнь вдохновляет Все может вдохновить На самом деле Музы нет, но я имею в виду Хорошо Муза есть, конечно Вот хорошо Вот кольцо на пальце Нет-нет-нет, это замечательно Я сейчас имею в виду не только музу, как человека, женщину рядом находящуюся Но и какие-то еще факторы Я вас понял Ну, конечно же, конечно же, все это есть Это Ну, музыка, это всегда контакт с каким-то потусторонним миром И, ну, конечно же, я об этом мире знаю И с ним как-то общаюсь Да ладно Ну, при помощи музыки для начала О, как интересно Мы это делаем прямо сейчас, Семен Я понял, но тема потустороннего мира как-то вообще сразу раз зацепила Хотелось бы ее развить, но на ночь глядь не хочется Ну, у нас песня скоро Да-да, какая? Приходи, называется Следующая песня Окей 5283 Это короткий номер для СМС к ваших И прежде всего Прежде всего я выискиваю, опять же, ваши вопросы Ну, все больше впечатлений Ну, кто-то тут написал, что он слушает какие-то вещи у конкретной группы Это его рок Вот мне кажется, что каждый сам для себя определит, что это такое Правильно? Ну, видимо, да Ну, вот это очень важно Мы определяем так, кто-то определяет по-другому Спорить бессмысленно У каждого музыка своя И рок тоже, соответственно, свой А рок — это судьба Если переводить с русского на русский Так, давайте дальше петь будем Что это будет? Следующая песня, она одновременная о том, что мы обсуждали в плане обиды и прощения И, наверное, отчасти о контактах с потусторонним миром Называется «Приходи» Живой звук программы «Живые» Здесь сегодня Корней Поехали Приходи Последние ножи Упали в шахту лифта Приходи Имеешь все ключи И двери все открыты Если вдруг Даже если вдруг Меня не будет дома Подожди Просто позови Ты знаешь это слово Приведи За собою свет Подари мне ясность Впереди Впереди Ничего и нет Таящего опасность Если вдруг Даже если вдруг Запищат радары Подожди Лучше разберись Чем наносить удары Вот сейчас будет рок Сейчас будет роковое соло Пожалуйста На, 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 на На, 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 на Ты пойми Я же не хотел Ничего плохого Только лишь Вернуть свои долги И снять свои оковы Приходи Красиво Красиво Вот ты знаешь Мне кажется Что если бы ты спел Это где-нибудь Под балконом Ну когда еще не было Кольцо на пальце Красивые девушки Пришла бы зараза Ведь не отказалась бы Даже если ты шутил бы Вот не откажешь Мне кажется Ну так все Если сейчас Вот так оно И хорошо 5283 Короткий номер для смс И не забывайте об официальной группе ВКонтакте Вот читаю например От Алексея Ващенко Вопрос от любителей покушать Пишет он По мнению музыкантов Самой группы Корней Какая на вкус Музыка Которую вы играете Ха-ха Хороший вопрос Ну сладко-терпкая Конечно же какая еще Сладко-терпкая Это почему-то ты ответил А музыкантам вообще Как кажется Как видится Давайте спросим у парней Давайте парни Рассказывайте Кирилл Вот какая по-твоему Как профессионального музыканта Клавишника Да Ты же на клавишных инструментах учился Ну видимо я как-то Наверное профессионализм У меня уже победил Потому что Вот как раз Я очень часто Сталкиваюсь Вкусная музыка И мне Ну я понимаю Что люди имеют ввиду Но я абсолютно не могу Вот в этих категориях Музыку оценивать То есть вкус Вкус может быть Только эстетический Можно сказать Ну как еду Какой вкус Хорошо Какого цвета музыка Какого цвета Ты на цвет ее определяешь Весь спектр Мне кажется Задействован Значит и вкус весь Сладко терпкий Ну наверное да То есть Есть какое-то Это зависит от песни Наверное Больше А сколистически Есть песни Там какие-то Сладкие Ну их много У нас В нашей стране Почему-то принято Так вот Чтобы Ну как бы Развлекательно Больше по-моему Есть Вот как раз Есть и горькие Прямо и горько терпкие То есть это все От песни зависит Может быть Ну видишь как Вроде бы как Не очень знал Как ответить И тут же ответ нашелся Когда немножко Вот сам Сам нашелся Клево Хороший ответ Хороший ответ Значит Ромарио Агро Очень прекрасная Ну так написал человек Легкая Ненапрягающая музыка Вокал голос Заставила прислушаться Честно Очень понравилось Хотя возможности Послушать полностью не было Молодцы Поливайте ротацию В плейлисте нашего По поводу Цои Семенова Были неправы Ох как неправы Да конечно неправ Но о чем речь Я вообще даже не пытаюсь быть прав Знаете как Есть имхой Не имхой У кого так У кого эдак Я к Та еще Отцой отношусь Очень хорошо Очень нежно Очень его люблю Правда Только вот Определения Какие-либо Давать музыке Не хочу Так Отличный вокал Отличная музыка Спасибо за хорошее настроение Где можно вас услышать вживую Александра Жуковского Спрашивает на СМС-портале Ну судя по всему В ближайшее время нигде Ну в ближайшее время нигде Вы заходите в нашу группу Подписывайтесь туда И будете все знать Обо всем вам расскажем И будете все знать Это очень важно Значит Приятная музыка Соответствующий голос Что кому не нравится Не знаю Музыка для ночных эфиров Лекс Бакулин Написал Ребята Супер потрясный синтез Мягкого вокала И жесткого соло Кайф Евгения Чикина Ну и так далее Могу Голос очень красивый Наталья Козюкова А вот Лекса у нас на СМС-портале Пишет Семен читай уже критику Не всем нравится коллектив Пишет Лекса Где-то она что-то писала Критичное Ох найти бы Потерялось это сообщение Видимо Да Так Так Да 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 нет Это нормально Что коллектив кому-то не нравится Нормально Во-во-во-во Корней Ну явно не Чуковский Снова ничего нового Неоригинально Банально Скучно Тоскливо Пишет Лекса Но у нее так бывает часто Ну это нормально Человек ищет что-то Что-то новое Кстати Я прочитал в какой-то книжке Для музыкантов Уж не помню О чем она была Но очень хорошая фраза Что если вы не получаете Негативной критики Значит у вас еще слишком Маленькая аудитория Вот правильно А имейте ввиду Сегодня у вас аудитория Огромная Все это уже Исчисляется миллионами Еще раз Всем привет Дорогие друзья Вот Поэтому естественно Критика должна быть Но вот Беда в том Что я уж как-то Об этом давно не говорю Критиковать у нас К сожалению Не умеют толком Понимаешь какая штука У нас умеют Высказать свое Имхо Так называемое Причем часто Очень в грубой форме Не отдавая себе Отчет Кто же им может запретить Я И я это делаю Причем делаю Настойчиво И даже баню Тех людей Которые не понимают Элементарных вещей Обидеть творческого человека Легко Но зачем Вот понять Мы с тобой говорили О нанесенных обидах О том как человек Походя может нанести рану Глубокую и серьезную Вот если бы тебя В свое время Не поддержал Земфира Скажем Ты выслал ей свой материал Она бы послушала И написала тебе Ну как-нибудь вежливо Знаешь дорогой Ну вот Не надо тебе этого делать Вот занимайся чем-нибудь другим Музыкой не надо Я уверен что ты Задумался бы на это Ведь ты же ее Как человека творческого Как знаменитую Личность на тот период Как уважаемого Ты же ценил ее точку зрения Правда? Ну мне кажется История не терпится Слагательного наклонения Это понятно Это понятно Но как мне кажется Могло бы произойти и так Она поддержала И дальше все пошло Вот пока что Вот этого не случалось Ко мне Я очень благодарен За это судьбе И всем Всем людям Я просто Музыканты все С кем я работаю До сих пор Отзываются обо мне хорошо Мне это очень приятно И ну Я рад что С счастливыми Музыкантами С которыми работаешь Точно А слушатели Ну слушатели Наверное тоже Хоть кто-то рад Это здорово В общем В общем как-то Ну не было у меня С музыкантами Таких опытов А вообще Вообще рад бы Потому что Конечно Чтобы расти Нужна критика Чтобы расти Поэтому спасибо И тем Кто В любой Даже неправильной Критике Есть доля Правильная Ну то есть Когда Лекса пишет О том Что чего-то Не хватает В плане Оригинальности Остроты И экстремальности Наверное Как-то так Я для себя трактую Я тоже понимаю О чем она говорит И кстати У меня вот У меня Планируется еще Артроковый проект Помимо Вот более доходчивой Музыки Которую сейчас играю Где я вот уже Оттянусь на полную И вот Тогда Лекса Пожалуйста Пристегни ремни Давай дальше Петь будем Что это будет Следующая песня Называется Иди ко мне Живой звук Программе Живые Как обычно Собственно Здесь сегодня Корней Поехали Иди ко мне Я больше Не могу Висеть Во тьме И оставлять Следы На каждом Дне Что прожил Без тебя Иди Ко мне Забудь О планах Иди Ко мне И даже Если Пчелы В голове То все Равно Ко мне Идти Ко мне Еще чуть-чуть В бутылке Ассиация И две Пластинки Паза Прошлогодние Все О тебе Иди 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 Ко мне Мне Надоело Видеть Каждый День Твои Улыбки На Бекре Число И день Хотя День 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 Твои День Субтитры подогнал «Симон» Иди ко мне, сойди с ума и подойди со всем На пьедестале слишком виделся твой пластырь на ступне Иди ко мне, разбей витрину и иди ко мне И если ты разбила хоть одно, я подойду к тебе Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Не-не-не, у нас еще есть пара песен Не надо, вот надо бы еще две отобрать Ну по поводу претензий Дмитрия могу сказать, что... Я прекрасно себя чувствую, спасибо большое Просто дело в том, что здесь у нас немножко студийные условия Ну и что? Нет, мы, конечно же, качаем Мы, конечно же, стараемся качать И мы никогда не играем спустя рукава Хочу, чтобы вы понимали Это понятно Потому что иначе пропадает смысл браться за инструменты Материал ты выбрал сегодня такой, спокойный достаточно У меня он всегда достаточно спокойный Просто тут очень многое зависит от подачи Ну, так подай Вот человек требует, чтобы ты подал так, как ты это делаешь на концерте Я тебе открою маленький секрет Вот эта шерма, не зря здесь хэви метал играется В легкую Вот хочешь, что хочешь, то и играй Я сейчас не к тому, что мне не нравится Мне страшно нравится то, что ты делаешь Иначе бы просто вашей команды не было бы в живых Мы не зовем сюда случайных людей Только тех, кто нам близок, интересен Это совершенно разножанровые коллективы Но главное, чтобы это было с изюмом Ну, в каком-то смысле, да? С какой-то оригинальностью Но человек, который пишет об этом уже не впервые Он был на четырех концертах И хочет всех остальных убедить в том, что Корней — это драйвовая история Вот я и подумал, что доказать это можно У меня есть для него новость И Корней — это не только драйвовая история А какая еще? Это еще история лиричная И просто, знаете, такой хороший в студии сегодня звук Что, ну, хочется им наслаждаться А нюансы, они как раз лучше всего чувствуются На каких-то тихих подачах Потому что если бы мы сегодня молотили целый концерт Драйвовый и как-то необузданный То это было бы, наверное, даже скучнее Потому что шепот тем ценен, что можно разобрать нюансы Вот здесь согласен Здесь даже спорить не буду Вот Рома Чехов, наш ведущий выходного дня Вопрос, он самый басист еще и инструменталист Он играет в нескольких коллективах на бас-гитаре У него есть своя группа Чехонте Называется коллектив Он поэтому Кириллу вопрос задает Что за инструмент у Кирилла-то? Звук такой чумовой Или это Серега виноват? Ну, имею в виду Горева нашего Что за инструмент? Ну, инструмент вообще Я на самом деле купил слепую Мне просто понравился дизайн Я где-то в Фейсбуке увидел на странице Американская контора Реверент называется Вот, и я так понимаю, что Ну, вот я, видимо, был первым человеком из России Кто его заказал Ну, по крайней мере, у нас какие-то дилеры есть Но у них это все просто на бумаге То есть у них ни одного инструмента Кирюша, ты был полуторным Потому что такой же бас чуть не заказал я когда-то Ага, ну вот Еще раз назови Реверент Ну, я надеюсь, услышали все, заинтересовались В переводе означает преподобный Вот так фирма называется Оказывается, я не знал У нас сегодня переводчик здесь Да Профессиональный Ну, звучит правда чумовейшим Ну, вот я абсолютно брал слепую Просто мне понравился дизайн И вообще сама, ну, как бы, фирма Вот ее, как сказать, ее линейка Как они это все подают Ну, то есть очень так приятно мне это было Короче, фирма Реверент Если вам нужен в лице Кирилла хороший эндорсер Да, и еще если ты так старался Что-нибудь не даем, вы не дали Вот, и если какой-нибудь хорошей фирмы По производству тарелок нужен эндорсер Ну, о гитарах мы же молчим Да, кстати, спрашивали, какая у тебя Или у тебя их несколько Ну, у меня там, да У меня их есть какое-то количество гитар, конечно А сегодня Это называется фирма Music Man Ну, тоже американская Так вышло, что американцы лучше всех делают электрогитары Наверное, потому что они их изобрели Модель называется Альберт Ли Некоторые считают, что она по-уродски выглядит А вот мне лично очень нравится Ну, у нее такой... Ну, она странно выглядит, конечно Да, она не... Ну, это... Ну, что, это вариация на тему стратокастера С другой стороны Ну, при этом главное, как звучит Вот на предмет того, что изобрели Тут большая ошибка Старая-старая история Опять русские? Не-не-не Да, русские, кстати, да История вот какая была Мои хорошие друзья, артисты, актеры Были во Франции Ну, со спектаклями Там познакомились с французской семьей Какой-то, подружились немножко Уехали обратно И какое-то время спустя Французская семья присылает На день рождения их маленького мальчика Трансформер Это советское время Это нереальная была игрушка Таких не было нигде Трансформер Потрясающий робот, который перетекал в машину Гениальная совершенно штука И пишут там письмо, значит Вот это вашему мальчику В день рождения Такая вот красивая игрушка На ней голограмма Но простите, пожалуйста Голограмма отвратительного качества И я уверен, что в Советском Союзе Они гораздо лучше Все дело в том, что голографию Изобрели в СССР Ничего себе И нормальный европеец Как и ты сейчас сказал Они же изобрели гитары Значит, они их делают хорошо Полагал, что в СССР Раз это изобрели Там голограммы делают Потрясающе красиво Ну, вот у нас во Франции Как-то фиговенько это делают Но у вас-то они явно лучше Поэтому не всегда все так Как должно быть, по идее Вот что связано с Россией Так это точно Совсем не всегда Чего будем петь дальше? Следующая песня Тоже планируется К включению в грядущий альбом Который проходит Ну, включение и запись альбома Проходят при поддержке Портала Планета.ру Не могу не упомянуть Да, там есть так называемый Как называется это? Проект? Нет, не проект Как вот называется та история? Это называется проект, насколько я знаю Проект, да? Страница Да, вот там ребята Собирают денежку на пластинку Так что можете внести какую-то сумму Получите бонус Обязательно какой-нибудь интересный бонус Там все почитаете на Планете Роб Там, кстати, можно купить даже мою кепку Не исключено, что даже вот эту Вот эту, которая здесь сегодня А, в качестве подарка Замечательно Да, и одну из гитар, на которой я написал Весь свой второй альбом Гитара недорогая, но очень милая сердцу Ну, в общем Я буду по ней скучать, когда вы ее купите Соответственно, помогите ребятам записать альбом А они вам сделают за это в ответ хорошо Итак, что за песня следующая? Следующая песня называется «Только с тобой» Живой звук программы «Живые» Здесь сегодня Корней Погнали А с кем я буду петь эти песни? Только с тобой Ты знаешь, только с тобой И делать этот мир интересней Только с тобой Ты знаешь, только с тобой А я все это время боялся Что я на этом свете чужой Пока однажды не оказался рядом с тобой А с кем я буду плыть в океане? Только с тобой Ты знаешь, только с тобой Неделями лежать на диване Только с тобой Ты знаешь, только с тобой Посмотришь только раз в океан И ты знаешь, только с тобой Но с кем же это станет реальным Только с тобой И я пока еще не знаю Какой я добрый или злой Но если с кем это и пойму Конечно, только с тобой Дмитрий Павлов Электрогитара Я знаю, начинаются все чудеса Лишь только просигналят отбой Сегодня мы имеем возможность Только с тобой Ты знаешь, только с тобой Отправиться в распахнутый космос Только с тобой Ты знаешь, только с тобой Устроим в этом доме большой космодром И птицами планете любой Но с кем же это все состоится Только с тобой И я пока еще не знаю Каким он будет в путь земной Но если с кем его не пройду Конечно, только с тобой Увижу, расцелую судьбу За эту встречу с тобой Ах, как же времечко-то пролетает Быстро и незаметно Осталась только одна песня И совсем чуточку еще До того момента, когда мы будем вынуждены попрощаться Когда хорошо, то и не замечаешь На самом деле, как все Время утекает Да еще и контакт заглючил Почему-то не могу зайти Ни в одну группу официальную От наплыва посетителей Да А ты не смейся зря Именно так и происходит Юля, у тебя открывается портал? Удивительно У тебя наплыв меньше, чем у меня Судя по всему, в контакте Значит, от наплыва вирусов У нас разный интернет И разные контакты Судя по всему Я вот теперь что-то зависла И не открывается Ну, бог с ним Осталось времени совсем немножко Все, что там писали В принципе, скорее всего Только впечатление Вот, например Олег написал Вечер добрый Я не очень разбираюсь в стилях И так далее Мне просто нравится Либо нет Каждый вечер слушаю живых Редко отзываюсь Высказываю свое мнение Но у этих ребячества Что-то этакое С уважением Ну, видимо, имел в виду Человек-ребят А Т-9 поиздевался Ну, видимо, у этих ребят Что-то этакое С уважением, Олег Ну, я так полагаю Мне кажется, ему просто не хватило серьезности В нашей музыке сегодня Возможно Куда больше серьезности-то Мне кажется, и так в мире Мне кажется, и так в мире все серьезно Поэтому тебе хочется разбавить Иногда нужно Ну, нет, ну, иногда правда нужно В любом случае То, что делает Корнея Это я сейчас о нем в третьем лице Уж прости меня, пожалуйста Мне кажется, более чем достойным Хотя бы уже потому Что это искренне, честно И по-настоящему И плевать он хотел Вот я так за него скажу Что думают о его вокале И что думают о том Какой высокий, низкий голос Это не имеет ни малейшего значения Он занимается своим делом Он занимается так, как можно Ну, я Немножко Мне есть что-то сказать Мне важно, что обо мне думают Я не буду врать Мне важно Да ладно Ну, зачем тебе это? Дело просто в том, что Ну Ну Публика, она как женщина И когда ты, например, лежишь Женщина из постели В постели Ты же Ну Важно, чтобы Ну, важнее, чтобы кому было лучше Тебе или ей? Ей, конечно Вот Ну А публика, она как женщина во многом И, ну, мне тоже важно Потому что это же энергетический процесс У музыки есть мать и отец Подожди, секунду Это я понимаю Но ты же не можешь сказать Что каждая женщина С которой ты лежал в постели Получала полное удовлетворение И сатисфакцию в абсолюте Ну, не может же такого быть Правда? И ты, когда уходил от нее потом Или ее провожал на такси Дескать, поезжай, поезжай Ты же наверняка не думал Вот зараза какая От стерва-то ее мое Ты же, наверное, ел себя изнутри Говорил, наверное, что-то я не так сделал Не доработал Конечно, каждый человек, делающий работу Должен делать работу над ошибками в том числе А если бы тебе было все равно Ты бы себя не ел Понимаешь? Вот просто бы не ел себя Ну, я не то чтобы ем себя Я задаюсь вопросами Я, конечно же, стремлюсь к тому Чтобы то, что я делаю Было как можно лучше Вот это правильно Я же не спорю, что это не надо делать Как можно лучше Для кого? Для? Для обеих сторон Очень важно Вот въедливый зараза Ну, ладно, хорошо Пусть будет так По мне так нужно самому себе Вот я лично оцениваю То, что я делаю Извини, конечно По собственному там, скажем Какому-то критерию Удалось Время пролетело незаметно Значит, все хорошо А тут такой секрет Сердце, оно одно на всех Ага И когда что-то на уровне сердца происходит Между людьми Они оба это чувствуют То же самое у нас с публикой По крайней мере Ну, в этом моя цель В этом смысл вообще того Зачем я беру гитару каждый день в руки Изящно сказал Ну что, надо петь финальную песню Что это будет? Это, в общем, довольно известная В общем, песня под названием Матемела Да-да-да Ее, кстати, и просили в том числе А завтра, на всякий случай Сообщаю всем тем, кто слушает на сегодня В программе «Живая группа» Весна с Англика А Корней прощается с вами Будьте здоровы Пока Я хочу пересечь границы Чтобы остаться в твоих пределах Чтобы остаться в твоих пределах И случайно не возвратиться В государство тоски и мела В голове моей много ила И в словах так мало дела Может, помнишь, ты говорила Что весь мир ты иметь хотела Я беру то, что мне не надо Отдаю то, что мне так нужно Я бросаю слова и взгляды Чтобы не было слишком душно Понедельник и воскресенье Как могу, оставляю смело Чтобы стать, ну, хотя бы тенью Там, где ты весь мир имела Я хочу перестать молиться За успехи любого дела Я пытаюсь освободиться Правда, очень мешает тело Не пытаясь ни быть немилым Заявляю тебе несмело Что мне хочется стать всем миром Чтобы ты меня отымела Субтитры создавал DimaTorzok 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 ЖИВЫ ДИНАМИ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИ